приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 25 сентября поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день для того чтобы удачи изобилие и процветания были в вашей жизни 25 сентября согласно церковному календарю верующие в этот день вспоминает священномученика автонома италийского а вот в народе 25 сентября отмечают день артамона змеевика названного так потому что согласно поверью сегодня все змеи в леса уползают для того чтобы подготовиться к зимнему сну на руси еще этот день называли змеиным днем как мы уже сказали ранее 25 сентября православный счет память епископа артамона или по-другому еще его называли автонома жил святой в четвертом веке в италии этот период было много споров и сражений между язычниками и православными людьми люди хотели доказать свою правоту и артамон взял на себя важную роль и старался они и старался не вникая в споры и драки доказать и объяснить людям простые вещи и обратить их на сторону христианства со временем их было так много что возникла необходимость построить для них отдельный храм императору это все очень не понравилось и он приказывает схватить епископа и посадить в тюрьму но автоному удается спрятаться спустя время его все же нашли в храме во время божественной литургии мученика было принято называть змеевик так как сегодняшнего дня змеи уползали в леса и в норке что бы перезимовать ближайшие холода поэтому и пошла поговорка что на праздник артамона даже змеи по норам прячутся это означало что наступает на пятки холода вокруг становилась погода за окном все тусклее дожди были чаще тучи темнее и суматохи на улице было все меньше люди старались больше проводить время дома а все полевые работы останавливались а их соответственно время людей будто останавливалась безлюдных местах по типу леса уже редко можно было встретить зверя деревья были уже почти все без листьев хотя звери и прятались уже грелись и старались не высовываться для охотников такой день был очень важный 25 сентября была последняя их возможность поохотиться и принести домой добычу последний шанс удовлетворить себя и получить удовольствие от процесса поэтому охотники говорили в своем кругу что сегодня их праздник и отмечали его именно таким выходом в лес в последний раз в данном году у них была своя народная примета они верили что если на праздник автонома убить хотя бы зайца то охота будет отлично и в будущем исходя из этого охотники вставали сегодня очень рано и шли в лес чтобы до сумерек успеть кого-то поймать ночью становились все длиннее одни все короче с небольшой периодичностью к утру можно было увидеть заморозки на окнах или замерзшие небольшие лужи наши предки рассказывали что 25 сентября иногда выпадал снег но это было очень редкое явление по традиции люди наблюдали за природой и погодой чтобы предугадать дальнейшее развитие событий понимать как быть и к чему быть готовым так например большое количество желтых листьев означало в раннюю зиму а если сегодня пошел дождь или даже ливень то зима будет достаточно долгой и затяжной высокий бурьян говорил о том насколько будут много сниму снега предстоящей зимой крот рыл норы с определенной стороны и люди также обращали на это особое внимание если нора находилась со стороны востока то будет зима без осадков норка была запада значит зима будет снежная а если с юга то зима будет безумно холодная независимо от осадков большое количество желудей сулила приятную теплую зимушку как и следствие плодородное лето гром даже при отсутствии дождя говорил о теплой и солнечной осени без осадков и ненасти естественно сегодняшние змеи могли показать то что зима будет суровая коль животные прячутся так быстро короткие сумерки предполагали теплую приятную погоду а долгие серые к ненастью ближайшее время день змеи отмечали не только осенью но и весной на день василиска говорили что в этот день становилось настолько тепло что даже змеи уже не боятся вылазить из своих нор сегодня строго-настрого запрещалось ходить в лес делали это исключительно охотники на свой страх и риск все дело в том что змеи очень синий сильно сегодня метушились так как искали себе укромное место где вы перезимовать холода люди которым попадалась змея на глаза обязаны были прочитать молитвы попросить господа бога спасти их и помиловать а также плюнуть через левое плечо три раза так люди успокаивались себя и соответственно змеи переставали ощущать тревогу и страх человека за счет этого и у ползали дальше по своим делам если люди шли в лес они обязаны были знать как можно было избежать змейного укуса и безопасить себе жизнь также люди прибегали хитрость им зная что змей отталкивает запах определенного вида травы марин корень или по-другому называли вероника помогала как никогда и наматывали на ноги или клали в обувь так змеи точно не захотят к вам ползти змей 25 сентября нельзя было убивать никому даже охотникам поэтому если их встречали то так просто данной дорогой уже было пойти нельзя убить змею сегодня приравнивалась к наказанию за убитого дома паука то есть к несчастью и бедам семье вот поэтому и обходили змей пятой дорогой сегодня не занимались огородами уборками и посадками высадка растений была плохой приметы и могла сыграть в плохую игру с ожиданиями человека такая неосторожность может обернуться плохим урожаем в сезоне но и безнадежно потраченным временем сегодняшние стрижки работа с ножницами могли плохо сказаться на здоровье по рассказам наших предков такая народная примета сулила ухудшение состояния здоровья так как забирала его часть с собой при стрижке такие процедуры переносили на более благоприятные дни и зачастую это были вечера при растущей луне рябину не стоило в этот день ни в коем случае обижать ломать срывать с нее ветки дерево было любима всеми и считалось большим грехом если человек решит с ним что-либо сделать рябину и березу наоборот старались по подкрасить украсить ленточками чтобы она не грустила до следующего теплого сезона 25 сентября день ангела празднует автоном альберт афанасий даниил македон федор и у юлиан и так урожай был собран запасы насти на зиму подготовлены наступала настоящая осень поэтому мужики отправлялись на охоту и они верили что на артамона змеевика необходимо пострелить хотя бы зайца иначе весь год в охоте вести не будет кроме зайца в этот день открывали охоту и на волков и лисиц змей охотники не боялись так как носили высокие сапоги использовали определенные слова от укусов если все же на артамона в лесу встречали змею то ее по народному поверью нужно было перешагнуть правой ногой а после трижды поклониться земле и сказать следующие слова господи спаси от гада ползущего защите после этого три раза сплюнуть через левое плечо женщины же в этот день оставались дома и делали заготовки на зиму из капусты и рябины ягода особо ценила зимой так как помогала справиться с простудой собирали рябину после первых осенних морозов готовились не компоты и настойки растирали ее с медом для крестьянских детей зиму это было самое вкусное и лучшее лакомство также обращаем ваше внимание что не следует 25 сентября проводить какие-либо манипуляции с вашим образом особенно серьезные так например покраска волос может оказаться неудачной если же их отстричь то можно лишиться нескольких лет жизни так считали наши предки еще один зар при запрет связан с рябиной если ягоды запасать на зиму приветствуется то рубить дерево в этот день ни в коем случае не стоит в противном случае будущий год окажется голодным говорили наши прапрадеды мне рекомендуется 25 сентября дергивать детей и ругать их без особого повода иначе обиженный ребенок может обратиться за помощью к первому кто подвернется и это будут далеко не светлые силы а сны увиденные в эту ночь особенно неприятные необходимо трактовать со специалистами если заняться этим самостоятельно то можно к сожалению сделать какие-то неверные выводы вот друзья у нас на с вами вот такой вот день 25 сентября по народному календарю по церковному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь наш канал за ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а мы с вами услышимся уже в следующем видео